приветствую всех на своем канале по вязанию меня зовут анна сегодняшнее видео мое будет посвящено совместному проекту свяжи свою мечту данный проект организовала светлана ее канал спицы и клубочки светлана недавно только переименовала свой канал но ссылку на него я оставлю естественно под видео в нашем совместном проекте участвуют еще девочки на ссылке на их канал и также будет у меня под видео но у меня не обошлось без казусов здесь сейчас вы видите что не такие большие продвижения у меня да по этому проекту что получилось мне пришлось распустить буквально ну где-то наверное вот так вот вот да да два переплетения коз почему я вязала вечером и визуально как-то я не заметила то что у меня уже светлый тон закончился да вот этот светлый вот это вот получается у нас 1 перебыв плетение нить идет потом 2 в плетении вот как у меня закончилась 2 плетение нити и пошло более темная третье плетение ам я так так как я вижу от двух клубков вот эти два клубочка мне надо было второе в плетение от 2 клубка присоединить а я как-то ну завязалась и было так уже как быть ну темновато при лампе да я это вязала и я не увидела то что у меня уже пошла другая ниточка а днем получается я когда стала смотреть смотрю елки-палки у меня еще одна нитка то с другого клубка не вывязана вот и поэтому мне пришлось распустить ну вот так вот конечно там слава богу как говорится немного но вот вот это вот всю часть мне пришлось распусти распустить накрутила вот пока временно на такой клубочек я эту ниточку присоединила ту нитку которую мне нужно было уже с другого клубка и вот это нить уже у меня с этого клубка начала вот только-только вывязываться то есть вот сейчас я должна вывязать нить вот с этого клубка и потом я уже буду подсоединять уже вот то что я распустила я уже говорила я это делаю для того чтобы во-первых извязать эти два матка это объемная будет работа же у меня и для того чтобы вот эти секции по где меняется цвет они были более длиннее а то получается они какие-то короткие мне это не очень-то нравится вот ну провязала я на данный момент с последнего подключения я не могу вам сказать сколько было по моему вот здесь вот была светлая только была провязана у меня сейчас на данный момент у меня провязана вот от горловины 20 сантиметров осталось у меня мне сделать одну прибавку для того чтобы уже ширина косы у меня уже была та которая мне нужна то есть тут будет коса на 15 петель все и далее я буду постепенно вывязывать клинья клинья у меня будут между косами и они будут состоять из лицевых петель а вот эти косы они просто будут уже вот это определенной ширины они будут просто прямо идти и за счет клиньев будет изделие расклешаться здесь она очень хорошо лежит по мне вот прям по плечам все ровненько все чуть-чуть началось вот тут расклешение от плеч знаете еще сейчас начала мерить я не знаю ли у меня дома душно или жарко не знаю мне начала душить вот эта горловина хотя она мне очень нравится как она у меня получилось ну посмотрим концу изделия было посмотрю как будет дальше у меня как буду себя чувствовать да в этом в этой горловинке но у меня был такой порыв распустить связать опять покороче потом думаю нет я это делать не буду если вдруг мне захочется горловинку реально покороче да вот чтобы она не заворачивалась у меня вот так вот толсто да вот так вот не была вот такая объемная хотя мне очень нравится как смотрится но получается знаете вот такое ощущение у меня что как будто душит душит изделие я сама например куртки когда ношу даме седами шеи расстегнута и здесь как будто бы вот меня немножко душит хотя она не сдавливает ничего но посмотрю если на тот момент мне будет вызывать это все-таки дискомфорт возможно на улице я буду себя чувствовать наоборот как бы уютнее уютные мне будет тепло моей шеи а вот в доме может быть и так себя ощущаю но если мне это все-таки будет вызывать дискомфорт то я просто выпущу тут одну ниточку как говорится подрежу выпущу и распущу здесь и закрою все сделану приняла такое решение а то есть распускать и заново перевязывать горловину естественно я не буду обрезать изделие в любом месте это я умею сделать вот так что вот на сегодняшний день такие продвижения они небольшие но у нас проект не заканчивается завтра он у нас будет длиться до конца декабря и как говорила татьяна девушка которая тоже вместе с нами вяжет что у нас мечта должна быть связана идеально и поэтому распуске в нашем нашем проекте и вообще в нашей работе это обыкновенный обыкновенное как бы действие тем более когда ты вяжешь свою мечту хочется реально что было но связано очень красиво очень идеально все было чтоб четко все так как запланировано но все на этом буду я заканчивать спасибо что посмотрели до конца это видео я надеюсь вам интересно смотреть мое продвижение также напоминаю проходите по ссылкам девочек они тоже очень разные интересные модельки вяжут кто-то вяжет юбкой кто-то спортивные костюм и кто-то также джемпера свитер кардиганы то есть там очень много пледы даже девочка девочки вяжут так что там очень много разных интересных решений и продвижение но все на этом буду прощаться всем пока пока